сейчас мы решаем вопрос машинкой мили softronic w3241 она не греет воду машинка полностью разобрана потому что решался вопрос с платой управления с подачей воды но там уже отремонтирована теперь есть еще одна проблема не греет воду поэтому как добраться до тена с передней части значит что необходимо сделать внизу передней части в этой модели она не открывается а просто снимать ее нужно внизу есть два винта которые мы снимаем крышку тут такая пластиковая проставка она просто снимается откручиваем два винта после того как 2 винта открутили то все остальное смотрите здесь есть такие вставочки они просто вниз опускаются они остаются а сама крышка сама крышка опускается вниз и собственно если мы открываем теперь люк он открывается вот этой задушкой теперь нам чтобы снять нужно убрать вот этот хомут который пружинный хомут который держит хобот убираем и все и в таком случае в принципе уже крышку можно снять там единственная есть еще разъем который вставляется в замок но здесь он сама самостоятельно отпал не знаю почему и вот у нас теперь доступ здесь немножко темновато поэтому если мы наклоним машинку назад упор пен зафиксируется то вот вот при виде сверху вот у нас здесь есть тэн значит при прозвонке показала что тэн не звонит не звонится поэтому он пробоет полным вообще ноль берем прозвонку если соединяю контакты показывает 0 и если ставлю сюда ничего вообще не происходит должно быть какое-то сопротивление там что-то показывать ничего не происходит а это значит что тэн просто сгорел его под замену ну и сейчас будем снимать этот и ставить заказывать под замену другой осталось только снять значит как снять ну во первых конечно снимаем термодатчик просто из резинки вытягиваются это и все тянем вытаскивается ну и затем на резинка здесь и тент тент он собственно на резинке держится не крепится механически если поднять вот эту вот защиту то видим тут такой бортик есть вот за него плоскогубцами потихонечку тянем 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 краешек выход собственно нужно поддевать я потихонечку поддевал поддевал здесь потом посадили поддевал мы постепенно это резинка ну вот она такого вида просто выходит и все на этой резиночке она и держится здесь трудности выходит плотно потому что она не поджимается резиночка очень мягенькая и плотно держится вот в этом отверстие но нужно не страшиться а нежно потихонечку вот таким образом можно это сделать не сложно а назад поставить заказал поставил и машинка отремонтирована если она не грела теперь будет греть раз сгорел значит питание сюда подходил ну собственно все в общем то покажу потом как это работает как она будет работать после того как придет тян заказу я бы в обычном интернет-магазине просто убиваю поиск потом смотрю по размерам если подходит заказывает увидимся на канале ну что же мы меняем тян и вот пришел новый тян в принципе он точно такой же хочу сказать что в общем то существуют комплекты вместе с резинкой и без резинки причем резинки бывают комплекты даже с двумя резинками резинка с отверстием под терморегулятор термодатчик вот этот и есть без него прямо в комплекте две резинки но я не смог найти с резинками именно такой с резинками по длине 270 вот вот такой вот а у меня 290 но хочу вам сказать что смотрите теоретически вместо 290 вот в этой машинке можно поставить и 270 там есть такой крепеж внутри сюда за вставляется вот сюда залазит вот сюда достает его еще вот здесь поэтому еще когда вы вставите на два сантиметра ставите даже 270 а 290 на 4 сантиметра поэтому если вы не нашли 290 можете брать 270 и в принципе подойдет но я нашел 290 резинка здесь такая очень мягкая хорошая качественно уже менялась потому что ну хозяйка говорила что тэн а менялась или нет не знаю кстати тэн менялся но вот просто вытаскиваем с этого тэна с сгоревшего и вставляем на новый причем вот это вот такой бортик будет сверху а контакты должны вниз идти вот то есть получается бортик сверху контакты опущены вниз и вот так все это все что вам нужно теперь вставляем планку защитную вот так она будет стоять и вот эти этот зажим он будет к нему будут крепиться заземляющие электроды и их на какое-то расстояние нужно будет с помощью отверточки с той стороны с другой стороны по запихивать все и вставляем в общем то это весь ремонт купили поставили нужно проконтролировать чтобы вы полностью засунули вот до этого положения полностью засунули как и вытаскивали это все вы поставите будет работать я перед этим еще здесь в этой же машинке отремонтировал плату управления так получилось что смог найти поломку не всегда это возможно здесь это оказалось так скажем не сильно сложно но вы можете посмотреть видео с ремонтом платы управления тоже на моем канале есть смотрите пользуйтесь повторяйте ну собственно я не буду дальше показывать видео и удлинять собираем обратная последовательность ничего сложного скрутили поставили и огонь вперед всего доброго подписывайтесь на канал и смотрите видео очень разные с разных сфер вот автомобиля до каких-то поделок для дома или даже как сделать вот такую отделку дома все это обыкновенных материалов доступных самостоятельно дешевых самостоятельного изготовления все можете найти на этом канале увидимся на канале ну хочу сказать что заходит она ну просто на ура самостоятельно я еще чуть-чуть сбрыгнул смазкой такой шипнул для того чтобы будем ну более скользкая было и она прямо туда и стал немножко просто залетела туда самостоятельно не надо подковыривать ничего она просто замкерилась просто самостоятельно ну и все теперь вставляем дачу туда до конца вставляем электроды причем смотрим если вот так вот быстро ходит то надо плоскогубчиками чуть-чуть поджать чтобы все-таки плотно стоял это тоже немножко свободновато ну а вот такие зеленые вокруг ну и опускаем его туда поглубже чтобы придавить чтобы он чтобы контакты стояли прямо под крышечкой этом все теперь собираем и вперед ну а вот эмилия которая работает та самая w3241 нагревает тэн работает крутит наливает сливает тоже не первый вот здесь я пробую она выливает все цикл завершает в этой машинке был ремонт и платы управления и замена тэна потому что не грел вообще по причине горел-то в природе тэн существует разных размеров и на нее тоже но и хочу сказать что это широкая машинка здесь стоит тэн 290 но теоретически можно поставить и 270 он в зазор там крепеж все равно войдет и будет стоять будет работать поэтому если вдруг не найдете я не сразу нашли 290 миллиметров на мощность 210 ватт простите есть больше меньше или 270 но потом все равно поэтому подписывайтесь на канал увидите что сложная техника ремонтируется не сложно обычно в 95 процентов увидимся на канал